Затевая с кем-то спор о самом любимом годе в истории кино, будьте готовы примерно к такой развязке. Очевидно, что у каждого поколения в каждой стране найдется свой лучший год, а то и годы, и к консенсусу мы не придем никогда. Но как быть с тем фактом, что время от времени мировой экран действительно прорывает? И по непонятным причинам знаковые картины начинают сыпаться, как из рога изобилия. А престижные награды, еще вчера достававшиеся середнячкам, теперь не могут поделить боги. В этом видеоэсэ мы вспомним несравненные 1999-й, когда на пороге миллениума киноиндустрия превзошла саму себя, выпустив невообразимое количество шедевров. Как так получилось? Есть ли что-то общее у этих вроде бы очень разных фильмов? И главное, существует ли в истории кино закономерность? Почему то пусто, то густо? В середине 90-х кинематограф в который раз хоронили. Крупные режиссеры и критики от Вима Вендерса до Сьюзан Сонтак констатировали упадок синефилии, усталость ветеранов и поверхностность юных дарований. Я думаю, что я совершенно разрушил. Казалось, большой экран безвольно сдает позиции под натиском маленьких, а многострадальный 20-й век настолько сам от себя устал, что хочет как можно скорее перевалиться в новое тысячелетие. Сегодня эти депрессивные настроения кажутся сильно преувеличенными, ведь десятилетие подарило нам столько изумительных картин, что всем бы такой кризис. Но то, что произошло накануне миллениума, иначе чем аномалии, не назовешь. И еще в начале 99-го года на независимом фестивале Санденс состоялась премьера «Ведьмы из Блэр». Псевдодокументальный фильм Дэниела Мирика и Эдуарда Санчеса, снятый на дешевые ручные камеры в духе триеровской догмы, открыл новую страницу в жанре фильмов ужасов и поджанра «Found Footage». При ультра-низком бюджете в 20 тысяч долларов это мокюментарь собрало в прокате свыше 250 миллионов. Запустив долгоиграющую франшизу, которая продолжается и сегодня. Завершился год хитросплетенный «Магнолий» Пола Томаса Андерсена, чей ветхозаветный ливень из лягушек накрыл не только многочисленных героев драмы, но и весь ломанный, переломанный 20 век. То, что было снято в промежутке, в особых представлениях не нуждается. «Зеленая миля» Фрэнка Дарабонта призывала не судить по внешности. «Матрица» Вачовски в оболочке эффектного боевика смогла донести до миллионов идеи Платона и Бодрияра. Во всех отношениях «Призрачное шестое чувство» Шьямалана взорвало прокат. «Красота по-американски» Сэма Мендеса рассказала о кризисе среднего возраста. «Бойцовский клуб» Дэвида Финчера знаменовал бунт американских белых воротничков против офисной рутины. А лейтмотивом фильма-квеста Чарли Кауфмана «Быть Джоном Малковичем» оказался вопрос. «Человек — это вообще что?» Лучшие фильмы года можно по праву назвать блокбастерами с идеями. Будто на пороге нового тысячелетия планета «Кровь из носу» нуждалась в ревизии всей системы ценностей. Не забывая пускать пыль в глаза, режиссеры ломали каноны популярного сторителлинга. Закручивали повествование в бараний рок. Играли с константами пространства и времени. Не боялись отвадить массового зрителя авангардными приемами. И, по возможности, были честными. Этот странный аритмический вайб, характерный для многих хитов 99-го, всем нам хорошо знаком. Как будто чувство внезапной и необъяснимой тревоги вдруг накатывает в разгар вечеринки. Похожим образом, размах и беспокойство сопровождали весь 1999-й, в котором визионеры и ученые, вторя друг другу, обещали человечеству скорый апокалипсис из-за проблемы 2000. Массовый сбой компьютеров грозил коллапсом банковской системы, самолетопадом и сущим адом. Потому в тот год удивлять решили и классики кино, и дебютанты. Кто бы мог подумать, что Стэнли Кубрик закончит карьеру эротической драмой с широко закрытыми глазами. Или что София Коппола снимет словно в пику отцу-гигантоману сновидческий камерный дебют о девочках-подростках «Девственница-самоубийцы». После 20-летней паузы на экраны внезапно вернулся Терренс Малек с военным фильмом «Тонкая красная линия». А Дэвид Линч удивил всех простой историей. Это минималистичное роуд-муви стоит особняком в творчестве мудреного сюрреалиста. Наконец, не забудем, что в канун нового тысячелетия вовсю раскрутился моторчик сериальной революции, которой только предстояло случиться. Сопрано Западное крыло Хулиганы и ботаны Эти сериалы разительно отличались от большинства шоу-флагманов, выходивших как на сетевых, так и на кабельных каналах. Они интегрировали стратегии большого кино в телебизнес, постепенно затягивая в телесмотрение совершенно новую аудиторию – интеллектуалов. При этом важно уточнить, когда мы говорим про 1999 как про лучший год, то этим просто признаем доминирующую роль Голливуда, поскольку резкий всплеск все-таки был ограничен американским кино. Популярной локацией в голливудских фильмах 99-го стало офисное пространство, откуда киногерои стремились как можно скорее бежать. Само собой, капитализм и консюмеризм и раньше становились объектами критики, но теперь этот месседж транслировали даже краудплизеры. Другой сквозной мотив высветила реальная трагедия в школе Колумбайн 20 апреля. Тогда двое учеников старших классов, надев черные плащи и захватив с собой целый оружейный арсенал, унесли жизни 13 человек и ранили еще 24, после чего покончили с собой. Для штатов шутинг стал шоком, а политики быстро нашли виноватых. Оказался в списке и Голливуд. В апрельском прокате как раз вовсю гремела «Матрица», в кульминационном эпизоде которой герои, облаченные в похожие черные плащи, устраивают настоящую бойню, как бы иллюстрируя связку между насилием экранным и реальным. В результате готовый к выходу триллер «Убить миссис Тингл» был спешно переименован в «Обучение миссис Тингл». А новый эпизод сериала «Баффи. Истребительница вампиров» и вовсе перенесен. Начиная с революционного новоголливудского шедевра «Бонни и Клайд», Америка не переставала романтизировать насилие, и 1999-й не стал исключением. Практически каждый блокбастер года был отмечен жесткими натуралистичными сценами, включая даже семейные драмы и мелодрамы. Апогеем тенденции стал бойцовский клуб Дэвида Финчера. С одной стороны, он исследовал тягу к насилию, трактуя ее как побочку в вездесущей поп-культуры, а с другой – невольно эту тягу воспевал и подстегивал. В 1999 году подавляющее большинство картин были сняты по оригинальным сценариям. Ни заодно не стоял комикс или телешоу. А продолжение популярных франшиз вроде «Незадавшихся звездных войн», «Остина Пауэрса» и «Истории игрушек» составляли лишь малую часть кинорепертуара. Для сравнения, спустя 20 лет на 10 самых кассовых голливудских фильмов найдется лишь один, в основе которого лежит оригинальный сюжет – хоррор Джордана Пила «Мы». Объяснить запрос американского кинорынка той эпохи на новые, часто сумасшедшие идеи можно термином, который предложил режиссер культовых клерков Кевин Смит. Миромаксизация Начиная с конца 80-х студия «Миромакс» была чем-то вроде современной «A24», быстро завоевав статус абсолютного лидера на рынке инди-кино. Среди ее главных фильмов – «Криминальное чтиво» Квентина Тарантино, «От заката до рассвета» Роберта Родригеса, франшиза «Крик». А в «Счастливом 99-м» «Миромакс» выпустил, среди прочего, комедию «Догма» и психотриллер «Талантливый мистер Рипли». На протяжении всех 90-х эта студия и дистрибьютор создавала «Инди-вуд». Искала нетипичные идеи, вкладывала в них деньги и превращала скромный релиз в сенсацию мирового масштаба. А потому среди блокбастеров 99-го процветал не только культ насилия, но и культ нового и яркого высказывания. Другой фактор успеха состоит в том, что ленты того года отвечали принципу «четырех квадрантов». Это значит, что кино ориентировано сразу на четыре группы зрителей. На мужчин и женщин, на юных и возрастных. И если продукция современного Голливуда адресована главным образом подросткам и молодым людям до 25-ти, то Голливуд образца 99-го захватывал в свою орбиту абсолютно всех. В конце 90-х в американском кино происходил активный процесс жанрового смешения. А потому лучшие работы, снятые в эпоху постмодернизма, нередко представляли собой драматургический коллаж из серьезного и комического, трогательного и пугающего. Совсем необычную тенденцию 1999-го выделил журналист Брайан Рафтери, посвятивший этому киногоду целую книгу. На пороге «Миллениума» режиссеры и сценаристы вовсю ностальгировали по новому Голливуду – уникальному периоду в американском кино конца 60-х, середины 70-х, когда студии выделяли бюджетоначинающим кинематографистам для реализации их самых амбициозных замыслов. Фильм Дэвида О'Рассела «Три короля, посвященные войне в Персидском заливе» перекликается с черным юмором военно-полевого госпиталя и «Уловки-22». Одна из сюжетных линий «Магнолии» отсылает к телесети Сидни Люмета. Или «Неподражаемый выпускник», снятый еще на заре нового Голливуда. Заданные в нем темы разновозрастных отношений угадывается и в Академии Рашмар Уэйс Андерсона, и даже в «Американском пироге» братьев Вайтс. И действительно, многие фильмы 99-го, как и с «Гоголевской шинели», выходят из свободолюбивых 60-х и 70-х годов. Разница в том, что теперь эти работы были препарированы опытом эпохи блокбастеров, делавших ставку на масштаб и агрессивный маркетинг. Последняя особенность, выделившая этот год, появление нового способа распространения фильмов. В то время как подавляющее большинство наших соотечественников все еще смотрели голливудские новинки на VHS, штаты стремительно переходили на формат DVD. Некоторым картинам, например, бойцовскому клубу, эта домашняя альтернатива подарила вторую жизнь и культовый статус, который сохраняется до сих пор. Ире офисное пространство едва купило затраты на производство, а спустя 7 лет продажи этой комедии на DVD перемахнули за 6 миллионов. Чтобы разгадать секрет лучшего года в истории кино, вспомним и других кандидатов на высокое звание. Например, 1939-й, который называют апофеозом «Золотого Голливуда». Интересно, что как и 1999-й, от которого чуть-чуть было до трагедии 11 сентября, этот звездный год расположился на историческом перепутье между Великой депрессией и Второй мировой войной, в которую Америка еще не вступила. Или 59-й. В Штатах был смягчен кодекс Хейса, который на протяжении 30 лет определял, что можно, а что нельзя показывать публике. Но на этот раз Америка и дело не ограничилось. Во Франции началась новая волна, а в Советском Союзе разогналась оттепель. И если в США начинали прощаться с изысканным, но уже слишком искусственным «Золотым Голливудом», то французские авторы бросали вызов душному папочкиному кино, а советские режиссеры отказывались от канонов соцреализма. За последние два десятилетия сразу несколько лет выделяются на общем фоне и могут претендовать на звания лучших. Например, 2014. Или 2017. Но все же именно 2019 год стал тем порогом, после которого мир перестал быть прежним. Сначала случилась пандемия, потом, ну вы сами знаете что, а вся история кино говорит, что в период больших кризисов и катаклизмов обществу не до ярких киновысказываний. 2019 был годом больших ремейков и франшиз, собравших в общемировом прокате колоссальную для Голливуда сумму 42,5 миллиарда долларов. В 2019 году завершились «Местители» и «Игра престолов» — последние глобальные сериалы, которые смотрели, кажется, вообще все. Вышли «Мрачный Джокер», первый кинокомикс, взявший «Золотого льва» в Венеции, и «Паразиты» — первый фильм на иностранном языке, удостойный главного Оскара. Квентин Тарантино, теперь это ясно, снял одну из лучших и личных картин в карьере. Нью-Йоркская студия «А-24» выстрелила хоррорами «Маяк» и «Солнцестояние». А с голливудскими мейджорами стали на равных соревноваться стриминги, готовые вкладываться в проекты ведущих режиссеров. Но интересно, тосковали бы мы так сильно по выдающемуся 2019-му, не случись после него большой бадабум? Имеет ли вообще смысл выбирать лучший год в истории кино? Учитывая, что цикл производства фильма составляет несколько лет, порой выход в один временной промежуток — простое совпадение. То, что тот или иной год был лучшим, мы часто понимаем лишь постфактум, и в этом больше ностальгии, чем закономерностей. Оглядываясь назад, важно не забывать, как много прекрасных фильмов выходят на экраны прямо сейчас. И нам остается надеяться, что они останутся с нами надолго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова